МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концерты, выставки, гастроли, фестивали прикладного творчества и многое другое. Здравствуйте! С вами Культпоход. Программа о самых ярких и интересных событиях в культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Большое зимнее открытие в художественной галерее. Декабрьские музыкальные вечера в Доме ученых. Юбилей детской музыкальной школы искусств имени Балакирева. В рамках большого зимнего открытия в художественной галерее стартовал проект «Рождественская выставка». Праздник для всех любителей изобразительного искусства начался с презентации новой экспозиции «Карусель радости» нижегородской художницы Марины Поляковой. На выставке собрано более 60 работ, выполненных в различных техниках. «Карусель радости» – это первая персональная выставка Марины Поляковой в нашем городе. Однако с ее творчеством горожане знакомы по художественным проектам прошлых лет. Картины Марины Поляковой запоминаются своим авторским колоритом, декоративностью орнаментов и настоящим праздником цвета. Все работы художницы пропитаны ощущением счастья и радости. Посредством цвета, темы, которые она выбирает, самого простого натюрморта из обычных полевых цветов, который превращается в настоящий салют, подарок, в настроение дня, года, может быть, целой жизни. В экспозиции две части. Первая посвящена нижегородской земле, а вторая – путешествиям по разным странам. Особое место в работах Марины Поляковой занимает тема Африки. Буквально, как в «Русском улыбке», события дня, события минуты показаны, восприятие нижегородского художника – это совершенно другой культуры. Не менее красочной, не менее интересной, самобытной, удивительной. Во время открытия выставки музыкальный подарок зрителям сделал образцовый ансамбль народной песни «Горница». Открытие выставки не обошлось без творческого мастер-класса по созданию рождественских ангелов для самых маленьких посетителей галереи и их родителей. У каждого этот ангел будет свой. Мы специально не стали ограничивать детей, дали просто им фломастеры, карандаши, то есть таких помощников в руки. И на белом фоне они создают своих ангелов-хранителей, своих ангелов Рождества, которые у них там, может быть, где-то за плечом сидят, и чтобы они нашептывали им свои мечты, какие-то добрые поступки. В декабре и январе художественная галерея готовит горожанам еще много сюрпризов. Будут организованы творческие мастерские и кинопоказы, интерактивные занятия и многое другое. В ресторане «Прайм» выступил известный саровский коллектив джаз-бенд «Дяди Вовы». Ансамбль существует три года, и за это время он неоднократно выступал на крупных концертных площадках нашего города. Музыканты и солисты исполнили 40 композиций, и на два с половиной часа зрители погрузились в завораживающую атмосферу джазовой музыки. Звуки живой музыки наполнили ресторан «Прайм». Джаз-бенд «Дяди Вовы» превратил обычный вечер в удивительное музыкальное приключение. Узнаваемые мелодии в авторской аранжировке, уютная атмосфера «Прайма», изысканные блюда и напитки, и компания хороших людей. И вот вы уже не в Сарове, а в Нью-Йорке 50-х. Мы играем и поем в основном классический джаз, и мы с удовольствием исполняем их, как у нас и инструментальные пьесы, и вокальные. Джаз-бенд регулярно выступает на крупнейших площадках Сарова, и у музыкантов есть свой слушатель – джаз для людей с притязательным вкусом, который воспитывается с самого детства. В этом уверен Матвей Игнатов. Мальчик учится лишь в девятом классе, но уже смело выходит к микрофону под аккомпанемент маститых музыкантов. Джаз – это вершина исполнительского искусства, и хотя свою профессиональную деятельность связывать с музыкой Матвей не планирует, с джазом он расставаться не собирается. Петь для себя и для людей, которые знают толк в музыке – это особое удовольствие. Джаз поют только те, кто кайфут от того, что они исполняют. Кроме Матвея Игнатова в этот вечер выступили и другие воспитанники вокальной студии «Зебра». Несмотря на молодость, все они лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства. Каждый выход вокалистов в гости ресторана встречали овациями. А организаторы концерта уверены – такие музыкальные вечера в прайме должны стать доброй традицией. Заинтересовать зрителей, побудить его к путешествию по родной стране, чтобы своими глазами увидеть памятники исторического наследия. В нашем городе прошли съемки проекта «Святыни России». Специально для этого в Саров приехали известные российские артисты Антон и Виктория Макарские. В плотном графике съемок супруги Макарские нашли время, чтобы пообщаться с журналистами и рассказать об особенностях проекта «Святыни России». В эфир уже вышло 8 выпусков. Всего создатели программы расскажут зрителям о 14 регионах нашей страны. Это уникальный проект, для нас особенный, потому что мы здесь, как Вика говорит, получаем второе высшее образование. Мы ездим по великим святыням нашей страны и узнаем о них как можно больше. Мы пытаемся, насколько это возможно, рассказать нашим зрителям. Авторы передачи рассказывают о России в формате непринужденной беседы. У зрителей создаются впечатления, что он путешествует по стране вместе с ведущими. В Сарове съемочная группа работала всего полдня, но этого оказалось достаточно, чтобы оценить уникальность этих мест. В Сарове мы впервые. Это очень ответственно, очень волнительно. И очень обидно, что мы здесь всего на один день. Здесь хочется побыть, подышать этим воздухом, никуда не торопясь. Викторию Макарскую Саров интересовал в профессиональном плане. Актриса занимается изучением связи науки и религии и мечтала побывать в нашем городе. Я очень рада, что попала сюда, что абсолютно все, что я изучала о богохранимости нашей стране, о том, что ничего в нашей стране не происходило и не будет происходить без промысла Божия, сегодня я услышала об этом из уст ученых мужей. За столь короткий срок пребывания в нашем городе ведущие проекты побывали в самых разных местах. Всех секретов супруги Макарские не раскрыли, но в передаче они попытаются отразить специфику города. Для меня очень требует сегодня оказаться здесь, увидеть огромное количество умных, интереснейших, глубоких, потрясающе образованных людей и пообщаться с ними лично. Лично для меня, я считаю, это самый большой подарок в жизни. И огорчиться, опять же таки, повторяю тем, что так мало времени здесь провели. Несколько фотографий на память о пребывании в Сарове и снова работа. В эфир программа о закрытом городе выйдет в начале следующего года. Классическая музыка и живопись в стиле импрессионизма. В Доме ученых открылись 32-е декабрьские музыкальные вечера памяти Святослава Рихтера. Программу открывал Московский академический камерный оркестр «Музыка Вива». За 30 лет на сцене Дома ученых выступили различные творческие коллективы, открывая соровчанам новые грани классической музыки. За эти годы у музыкальных вечеров сложились определенные традиции. Мы обязательно завершаем декабрьские вечера фортепианом концертом. Обязательно начинаем с концерта оркестра какого-то. Обязательно участвуют вокалисты и ансамбли. Специалисты Дома ученых приглашают в Саров именитых музыкантов, а также удивляют зрителей новыми именами в классической музыке. Некоторые коллективы уже стали постоянными участниками декабрьских вечеров. Слышать это приятно от музыкантов, которые говорят, что в Сарове особенная публика. Особенная публика по восприятию, по отдаче. Потому что они говорят, что то, что мы даем в зал, мы это чувствуем. Мы чувствуем поддержку зала, мы чувствуем дух какой-то особый. В этом году на открытие декабрьских музыкальных вечеров пригласили московский академический камерный оркестр «Музика Вива». Выбранное вот это словосочетание «Музика Вива», «Живая музыка» как-то очень подошла вообще к нашей деятельности. Мы действительно играем очень много разной музыки. Мы стараемся ее интерпретировать вне зависимости, точнее, не только опираясь на традиции, но и на какое-то живое прощение, на сиюминутные какие-то идеи. Музыканты исполнили для зрителей сюиты из времен Хольберга Эдварда Грига, малоизвестный для широкой публики концерт для виолончели с оркестром Иоганна Фациуса и второй квартет памяти Чайковского Антона Оренского. Выбор этот был сделан не случайно. С одной стороны, мы хотели сыграть что-то романтическое. Я с удовольствием хотел сыграть Оренского, потому что не так давно мы его играем в таком виде. Я не так давно сделал эту обработку. Я хотел сыграть виолончельный концерт с Фациуса, потому что, как и Оренский, кстати, это здесь никогда не звучало. Одна из особенностей творческого коллектива – это исполнение ранее неизвестных произведений композиторов различных эпох. Мы играем много новой музыки, в смысле забытой музыки. Мы стараемся, когда играем известную музыку, брать какие-то издания. Да и не только издания, просто стараемся читать текст так, как он написан, а не как он дошел иногда до нас в виде каких-то видений редакторов, в виде, так сказать, позднейших наслоений, в виде традиций нужных и ненужных. Заключительную часть второго квартета памяти Чайковского Антона Оренского художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Рудин представил зрителям в собственной обработке. Мы играли довольно много среднюю часть, и я подумал, что надо попробовать сделать весь цикл, весь цикл для такого состава, и я считаю, что хорошо звучит так тоже. Для зрителей стал большим открытием концерт для виолончели с оркестром малоизвестного для саровского зрителя Аганна Фацуса. Ну, нравится просто изумительно. Вот для меня вот просто сказка. Мне очень понравился Александр Рудин и его виолончель. Я просто в восторге от него. Ну, мне очень нравится концерт. Я вообще декабрьские вечера люблю, посещаю их регулярно. На открытии 32-х декабрьских музыкальных вечеров традиционно представили зрителям новую выставку картин. В этот раз фойе Дома ученых украсили полотна в стиле экспрессионизма нижегородского живописца, члена Союза художников России Алексея Гарина. Экспозиция под названием «Праздник жизни» показала Саровчанам яркую, солнечную Венецию. Развитие традиции русского импрессионизма – это не моя задача. Я просто живу в этом пространстве. И мне нравится. Декабрьские музыкальные вечера продолжаются. В концертной программе будут выступления постоянных гостей Сарова и новых артистов. Уже не первый год в нашем городе проходит фестиваль рождественских вертепов «Ясельки». Руководители православного творческого объединения «Мир» Роман Сванидзе и Ирина Семенчук рассказали о программе фестиваля и традициях одного из значимых православных праздников. Вертеп – это особый вид театра. Родился он внутри церкви. Скорее всего, это порождение церкви католической, потому что были приняты мистериальные действия, разные сюжеты о блудном сыне и страсти Христовы. И в том числе были рождественские представления. Рождественский сюжет очень богатый, разнообразный. Это, наверное, самый театральный, если можно так сказать, сюжет в священной истории. Он очень насыщен событиями и персонажами. И вот вертеп как раз вносит такую неповторимую краску, атмосферу в дом. Ну и кроме того, он рассказывает, собственно, о чем праздник, чем он посвящен. Будет идти фестиваль на двух площадках – на нашей здесь, на Мира 50, и в художественной галерее. Это в Сарове. А еще будет представление в Дивеево, Елизарево и в детском доме, Дивеевский детский дом, который расположен на территории Сатиса. С 11 января будут непосредственно наши участники выступать и будет открытие фестиваля. А 12, 13 и 14 будут выступать гости фестиваля. К нам приезжают замечательные гости. К нам приезжают четыре команды. Они все участники Международной ассоциации «Бродячие кукольники». То есть это профессиональные театры, не имеющие своего стационарного помещения. Они объединились в такую гильдию. И сейчас у них есть какие-то фестивали, в которых они вместе участвуют. То, что позволяет... Фестиваль вообще позволяет расти. Потому что ты смотришь, как делают другие. Ты загораешься, зажигаешься. Тебе хочется сделать что-то тоже такое интересное. И это такая вот замечательная возможность. И зрителям замечательная возможность посмотреть. Ну и коллективы, которые в этом году приедут, замечательные. Театр «Ученый-медведь». Затем у нас театр «Трелик», который будет, к сожалению, не может въехать к нам в город, а будет в деревню. Но саровчане могут посмотреть там. Потом театр «Пилигрим» из города Коломны. Замечательный тоже коллектив. И театр «Шутик» из города Москвы. Детская музыкальная школа имени Балакирева отметила свой 70-летний юбилей. На протяжении нескольких десятков лет педагоги школы готовят музыкантов по различным направлениям. На праздничном концерте по случаю круглой даты выступили дипломанты и лауреаты престижных творческих фестивалей. К 70-летнему юбилею детская музыкальная школа подошла с солидным багажом прославленных музыкантов, вокалистов и преподавателей. К праздничному концерту отобрали только самые лучшие номера из репертуаров всех отделений ДМШ. Открывал концерт сводный оркестр двух городов. Наш концерт был открыт совместным проектом двух музыкальных школ. И я с гордостью хочу сказать, что в нашей Нижегородской области это первый проект, первый совместный детский проект, играли два оркестра. Это духовой оркестр детской музыкальной школы города Павлова и наш симфонический оркестр. Эксперимент удался. По словам директора детской музыкальной школы, самым сложным в этом номере было найти время для сводной репетиции. Но несмотря на трудности, праздничный концерт начался с оваций. Подарок, который был вручен Наталье Захаровой главой администрации, тоже удостоился бурных аплодисментов. Еще приятно вручить вот этот замечательный сертификат на сумму более полумиллиона рублей, чтобы школа могла купить себе все самое необходимое. На что потратить эти деньги, вопрос решен. И средства пойдут на обновление материальной базы учреждения. Мы хотим закупить духовой оркестр, очень много духовых инструментов. И обновить русский народный оркестр, потому что инструментам более 50-60 лет, на которых играют детки, конечно, они уже просто пришли в негодность. Рубеж в 70 лет детской музыкальной школы имени Балакирева пройден. Многое за это время сделано и в будущем, по словам директора Натальи Захаровой, предстоит тоже немало. Развивать школу, открывать новое отделение, которое позволит саровчанам всех возрастов учиться музыке. В детской школе искусств номер 2 подбили итоги фестиваля керамики «Живая глина». В конкурсной программе приняло участие более 300 работ мастеров из Сарова, Нижнего Новгорода, Дивеева, Ордатова и других городов региона. Впервые в этом году фестиваль приобрел статус областного. Творческий праздник вызвал необычайный интерес у профессионалов, любителей, учеников детских школ искусств. Все они отметили высокий уровень организации фестиваля в Сарове. Я посещал очень много выставок, очень много симподиев и так далее, выездных фестивалей. Могу сказать точно, Саров сделал супер фестиваль, на который хочется ездить. Главной темой фестиваля стало творчество Александра Сергеевича Пушкина. Герои сказок великого поэта нашли свое отражение в представленных работах. Это очень здорово, что тематика разнообразная, и каждый раз мы видим вот такие замечательные работы, которые позволяют нам думать о том, что глина – это удивительный материал, и она на самом деле живая. Фестиваль традиционно проводился на базе детской школы искусств номер 2, которая в этом учебном году отмечает свое 25-летие. Стержнем нашей работы является народное искусство и возрождение народных традиций. Именно поэтому в 90-х наша школа выступила инициатором возникновения в городе такого фестиваля. И вот она до сих пор остается. На торжественной церемонии закрытия 8-го областного фестиваля «Керамики. Живая глина» победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. А приятным сюрпризом для гостей вечера стало выступление образцового ансамбля «Горница». 31 января в Кремлевском концертном зале будут звучать арии, симфонические фрагменты из опер римского «Корсакова» и «Чайковского». Академический симфонический оркестр под управлением «Фавио Мастраджело» представит программу «Битва титанов Россия». Центр культуры «Рекорд» приглашает на ставший уже традиционным концерт «Рождественский джаз», который пройдет 5 января. Зрителей ждет настоящий праздничный подарок. В Нижнее приезжает восходящая звезда джазовой сцены США Калил Уилсон. Один из самых известных и сильных молодых джазовых вокалистов нашего времени. В Нижнем Новгороде певец представит собственную программу из величайших джазовых хитов 20 века. Группа «Пикник» предлагает отправиться в полет. Но полет не на Марсе, даже не к Солнцу, а в музыкальный полет над суетой и обыденностью. 24 января в Театре оперы и балета имени Пушкина пройдет концерт группы, который называется «Левитация». 27 января камерный оркестр солиста Нижнего Новгорода и Нижегородский планетарий имени Гречко представляют совместный музыкальный проект «Планета скрипки». Впервые в стране солирующая электроскрипка и струнный оркестр в сопровождении видеоклипов на куполе, созданных специально для каждой композиции. В канун Старого Нового Года у зрителей есть уникальная возможность погрузиться в сказку. 12 января на сцене Тюза классический шедевр Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Впервые в Нижнем Новгороде этот спектакль сыграют ведущие солисты Большого театра Анастасия Горячева и Андрей Болотин. Слушайте хорошую музыку, ходите в театр, на концерты и на выставки. Одним словом, проводите время культурно. А с вами была программа «Культ поход». Счастья и удачи вам в новом году. И до встречи в январе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА